С некоторых пор среди молодежи стало модным употреблять снюсы и бестабачные смеси с добавлением никотина. Это могут быть как пакетики со смесью, так и леденцы, постилки. В социальных сетях стали появляться специализированные каналы, группы, сообщества, где ведется целевая пропаганда. Подробно рассказывают о расслабляющем действии этих веществ, продают их. Самое страшное, данная смесь не попадает под закон и продается без ограничений. Это приводит к печальным последствиям. У нас участились случаи отравлением снюсом. У нас в новогодние праздники в флорте-палопосаде было три из девочек доставленных в тяжелом состоянии. Одну подправили в флорте-палопосаде, действительно тяжелый. Попробовали снюс, казалось бы, безобидное такое вещество, но оказалось бы, для любого организма он сразу будет стараться. Родители и педагоги школ всерьез озабочены такой модой. Вся надежда остается на профилактическую работу со стороны взрослых. Сотрудники уголовного розыска в постоянном режиме проводят мероприятия среди учащихся. Мне хотелось бы детей огородить от тех запрещенных веществ, которые они употребляют. Это у нас снюсы, электронные сигареты, снипы, которые сейчас участились. И случаи, когда у нас дети получают сильное отравление, при этом не думая о последствиях. Я всегда говорю, они как маленькие дети. Все, что новое, они нас берут в рот. Самое страшное, что все это происходящее они находят именно в социальных сетях. Они делаются там своими впечатлениями. Я могу сказать, что у нас в том году, в начале буквально 10 сентября, в одной школе города Павла Посада у нас погиб ребенок 9 класс, который употреблял освежитель воздуха. Он пришел домой после школы. Вконтакте они списались с ребятами о том, какой запах лучше, какой попробовать. Он все это снимал в онлайне. Когда ему стало плохо, все вышли сразу из онлайна. Но никто не сообщил, что действительно он погиб. Ну, вы сами понимаете, та реакция, которая была материн. Хотя ребенок учился в школе очень хорошо, общался, общительный. Что произошло, то произошло. И после этого случая, может быть, дети более стали внимательно относиться друг к другу. В ведомстве специально готовят собак для поиска наркотических веществ. Сотрудники кинологической службы и уголовного розыска познакомили ребят с немецкой овчаркой, по кличке Мафия. И рассказали, как проходит ее дрессировка в кинологической службе. Собака работает в нескольких направлениях деятельности. Это поиск людей, взрывчатых предметов и задержание правонарушителей. После показали, как собака с легкостью находит муляжи запрещенных веществ. Их заранее спрятали в учебный портфель одного из школьников. Ребята с интересом слушали специалистов и наблюдали за показательными выступлениями собаки. Я хочу достучаться до них. Пускай из-за этого класса, грубо говоря, из 20 человек, но двоим-троим, может быть, дойдет до того, что не надо этого делать. Я всегда прошу ребят сообщать о каких-либо фактах. Иногда они думают, что это стукачество. Нет, это не стукачество. Я хочу, чтобы предотвратить лучше эту ситуацию. Можно подойти к классному руководителю, к директору, объяснить, что происходит. Может быть, мы спасем кого-либо, поможем им. Не знаю, хочется, конечно, помочь. Хочется верить всегда хорошее. Одна такая постилка содержит никотин, равный 20 сигаретам. Это может вызвать отравление вплоть до потери сознания. Это огромная опасность для здоровья, которая может вызвать сильную зависимость, избавиться от которой будет предельно сложно. Сегодня прошло мероприятие. Важно, что ты из этого для себя извлекла? Я поняла, что не стоит все это употреблять, потому что зачем это вообще портит свой организм. Это вредно, вредит здоровью. И ты подставляешь всех, когда тебя находят, что ты употреблял эти вещества. А вот представь такую ситуацию, если кто-то из твоих близких друзей или знакомых заинтересовался этими веществами, что ты сделаешь, твои действиями? Ну, я бы ему посоветовал лучше, чтобы он этого не делал. А так я не могу ему сделать так, чтобы он прям не делал. Это его мнение, и он сам, что хочет, то и делает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!